В Саранце полетели на Гоа и привезли и ракушки с пляжей, и шесть золотых медалей по карате-до. На чемпионате мира наши спортсмены сразились с лучшими каратистами планеты и победили. Максим Трезуб встретился с чемпионами, чтобы узнать подробности о прошедших боях. Равиль Халитов только четыре года занимается карате-до и уже стал золотым призером международных соревнований. Спортом Равиль стал заниматься случайно. Изначально я пошел с друзьями, но как итог я остался, а друзья ушли. Я хочу выделить благодарность моим родным, кто меня поддерживал, маме, папе, сестре, бабушке. Но отдельное спасибо стоит сказать моему сенсею, так как она подняла меня с колен, она подарила мне дорогу к пьедесталу. Равиль Халитов, Альмира Гуреева и Анастасия Иверская – так зовут наших золотых медалистов. С 8 по 10 ноября этого года в Индии штат Гоа проходил чемпионат мира по карате фунакоши. Более трех тысяч человек из 14 стран мира встретились на международном татами. По словам тренера, а по совместительству и действующего спортсмена Анастасии Иверской, ребята полгода готовились к этим соревнованиям. Участвовало 14 стран. В основном были сложные соперники из Европы, из Португалии, из Италии. Также африканцы составили нам конкуренцию. Это была и Южная Африка, и кенийцы. Ну и сами индийцы тоже, конечно, воевали, не отдавали просто так нам свои победы. По словам Альмиры Гуреевой, спорт должен стать частью жизни спортсмена, иначе никаких успехов добиться не получится. Когда ты идешь на спорт, ты должен сразу понимать, твой это спорт или не твой. Если нет, то сразу должен уходить, а если да, оставаться, продолжать и упорно заниматься. А как понять, что это твой спорт? Тебе должно быть нравиться, ты должен с упорством заниматься и ходить на тренировки. Шесть медалей на троих. Для саранских спортсменов это рекордный показатель. Сейчас перед победителями стоит задача продвигать свое направление в спорте, так как, по словам тренера, их вид карате не признан, что мешает развитию этого спорта. В связи с непризнанностью в Казахстане, финансирование этого вида спорта также не предусмотрено, говорит тренер. Но на эту поездку все же были выделены средства. Очень часто не отпускают даже на соревнования, я говорю, как мне родители доверили, доверенность написали, мы можем поехать. Они говорят, ну берите отпуск за свой счет. Ну сараней нас как раз в этот раз поддержали, сам Аким выделил денежные средства, которые мы распределили поровну, за что ему огромное спасибо. Максим Трезуб, Дмитрий Обырок, Николай Шевелев, 5 канал.